Давайте мы сегодня поговорим о 60-х годах, о тех фильмах, которые выходили на тот момент. И самое главное, чем они отличались от тех фильмов, которые мы обсуждали с вами по годам 50-м. Различие колоссальное, потому что именно на сломе десятилетия, а точнее в 61-м году в кинематографе случилось нечто, когда выпускаемый контент ощутимо поменялся. Но если в 50-х годах превалировали фильмы героического масштаба, характера, с какими-то колоссальными поступками, самопожертвованиями, богоподобные люди были на экране, то в 60-е годы на экран пришли самые обычные люди, смешные, нелепые, слабые. И началось все в 61-м году с выходом огромного количества комедий. Единовременно вдруг посыпались комедии, ну самые любимые нами, девчата, полосатый рейс там же в 60-х годах, королева бензоколонки, 3 плюс 2. Просто вот десятки, десятки комедий вдруг появились на экране, чего не было раньше. Помимо комедий стали появляться фильмы мистические и даже до некоторой степени эротические. В самом начале 60-х вышел «Ихтиандр», «Любовь к рыбине», условно говоря, «Алые паруса». И вообще момент эротизма в фильмах стал присутствовать довольно явственно. Я сегодня об этом на конкретных примерах смогу это показать. Также в 60-х годах неплохо себя чувствовал Андрей Тарковский. Его первый учебный фильм «Готок и скрипка» появился в 61-м году. И дальше Андрей Рублев, «Иваново детство» сначала, потом Андрей Рублев, «Солярис». То есть весь Тарковский, самый известный и любимый нами, он тоже внутри 60-х. Но, скажем так, в большей степени мы можем отнести его в конец 60-х. Начало 60-х – это гайдаи, это комедии, это любимые, знакомые нам герои. Абсолютно точно ощущается перелом между героями прошлого десятилетия и 60-х годов. Поэтому я решил выбрать даже два фильма, которые наглядно иллюстрируют, каким образом изменились идеи, доносимые через кинематограф, до общества. Первый фильм – это фильм Данелии «Я шагаю по Москве». Я думаю, что многие о нём слышали, хотя, как ни странно, далеко не все этот фильм смотрели. Я, например, раньше его не видел, отрывками видел, видел, как Михалков по метро идёт и песню поёт «Я иду, шагаю по Москве». То есть фильм на слуху, но непосредственно от начала до конца я посмотрел его, пока готовился именно к этому ролику. Я внимательным образом выписал всё, что происходит с героями этого фильма, и внутри фильма обнаружилась интересная тенденция. В этом фильме противопоставляются старое, отмирающее и новое. В лице старого фактически все люди, которые появляются в кадре старшего возраста, они глупы, они заскорузлы, они всё время кричат, они ругаются, они в каком-то находятся в плену штампов и страхов прошлого сталинского десятилетия. Это и человек в метро, с которым ругается герой Михалкова. И строитель на дороге, которому Михалков говорит о том, что вы четыре раза уже эту яму копаете. Простите, пожалуйста, вы случайно не клад здесь ищите, а? А ты кто такой? Тебе что, здесь больше всех надо? Мы ему подпошли. Да нет, просто дело в том, что вы уже здесь четвёртый раз копаете на этом месте. Раз копаем, значит надо, понял? Понял. Это и поддельный писатель-полотёр, который так же выглядит, как полный идиот. И всё время герой Михалкова, сталкиваясь со старым, разрушает его. Он подходит к группе этих самых туристов, которые на Красной, по-моему, площади, им экскурсовод что-то рассказывает. И он вместо экскурсовода начинает рассказывать какие-то свои смелые вещи. Более известный под названием храм Василия Блаженного. Он был построен в 1555-1560 годах русскими зодчими Бармой и постником Яковлевым. В честь присоединения к России Казанского царства. Посмотрите налево. ГУМ. Государственный универсальный магазин. Яркий пример вычурной псевдорусской архитектуры конца 19-го столетия. Иди отсюда. Иду. Композиция. И вообще фильм леет мотивом своим. Все время рассказывает о том, как юная, пышащая энергия, жаждущая свободы. Поросль в лице Михалкова и его друзей все время сталкивается с заскорузлым прошлым. Вплоть до самых последних кадров фильма. Посмотрите, они очень важные. Когда над Москвой стоят железный Гоголь, железный Маяковский, железный Пушкин. ПОТОЛЬНЫЙ 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 ПОТОЛ Это именно то, с чем борется наш герой Борется, конечно, он прекрасно Вообще, если честно, меня герой Михалков раздражает своим цинизмом Когда он даже рассказывал о том, как девушка не хочет ехать в тайгу Что она там забыла, не будет она там работать Когда его спрашивают, о чем он мечтает Он говорит, я хочу купить лодку, давай купим лодку и поедем на море отдыхать Герой Михалков хочет ехать на море отдыхать Хочет любви без обязательств Хочет свободной, опьяненной жизни от свободы И совершенно не хочет ехать в тайгу работать Это новый герой нового времени И который живет очень беззаботной и безопасной жизнью Вокруг него все безопасно Ничего нет опасного Даже карманник, которого они ловят, не опасный Не военкомат, никто не опасный Поэтому, если сконцентрировано говорить О чем фильм «Я шагаю по Москве» Это фильм о сломе эпохи Когда ушли люди, которые, по мнению режиссера Жили в страхе, заскорузлые, кричащие и очень неумные И пришли молодые, светлые, пышащие силами Которые не хотят больше бояться Хотят любви Но любви не найдя Покровские ворота, кстати Примерно о том же самом Вот, поэтому, если вы не видели фильм «Я шагаю по Москве» Вы посмотрите и попробуйте проследить Вот это столкновение новой безудержной жизни В которой никто ни за что не хочет нести ответственность Это жизнь потребителей Мы хотим быть потребителями Это все то, к чему мы потом придем к 90-м Оно тогда началось Вот это те первые ростки того, что мы получили позже Такие вот я сейчас буду говорить довольно опасные вещи Это фильм «Я шагаю по Москве» Я решил взять еще какой-нибудь фильм Для того, чтобы, ну скажем так Больший охват героев И осуществить И взять фильм иного жанра Я взял фильм Гайдая Комедию Господи Кавказская пленница Любимый, знакомый, растащенный На цитаты И фильм, который все мы знаем наизусть Я внимательно понаблюдал за героем Шурика И попытался разобраться О чем нам рассказывает фильм Кто такой Шурик И с какими героями в этом фильме Зритель себя ассоциирует Знаете, что делает Шурик из сцены в сцену? Ничего Шурик – человек, который не может сделать вообще ничего Он едет на осле Осел едет в другую сторону Он пытается собирать фольклор Он напивается в зюзю Он пытается Его обманывают Абсолютно легко И он ворует Нину Для какого-то другого жениха Когда его сажают в сумасшедший дом Он оттуда убегает Он просит помощи у шофера И дальше все, что делает Шофер для того, чтобы вызволить Нину Все, что делает Шурик Я оговорился Для того, чтобы вызволить Нину На самом деле делает шофер Он придумывает историю про докторов Про снотворное Даже в последней сцене Где они наказывают товарища Саахова Посмотрите, кто говорит Ты обидел нашу сестру Мы будем казнить тебя по закону гор Опять шофер Шурик не сделал ничего В фильме, кроме одного единственного момента Он поцеловал Нину Вот когда он ее связанную притащил Она начала лупить его по лицу Он ее связал И поцеловал Это поступок Который он совершил То есть, по сути дела Шурик абсолютно вялый Инфантильный Человек, который ничего не может сделать Вообще непонятно, как такой человек Нине мог понравиться Возникает вопрос А кто в этом фильме Действенный герой? Ну, это, разумеется Витцин, Мургунов и Никулин Причем эти герои гораздо более Любимы были советской публикой Да, даже куклы выпускались В образе этих героев Их любят Их шутки любят На них хотят быть похожими Вы послушайте С кем себя ассоциирует Общество Во-первых С кем обществу предлагают Себя ассоциировать Либо с Шуриком Который вообще ничего не может Либо с трусом, балбесом И бывалым Которые живут На нетрудовые доходы И чрезвычайно Любимы всем обществом И я бы хотел Иметь двух жен И не нести за это Никакой ответственности И я бы хотел Получать деньги И есть шашлык И ничего не делать Мы все так хотим Фильм мною Горячо любимый Я обожаю Кавказскую пленницу Как и другие фильмы Гайдая Но такие герои Меня заставляют задуматься Почему они именно такие Наверное Общество Нуждалось Именно В таких людях И как Шурик И как герой Михалкова Который хочет Отдыхать И ничего не делать И как Трус, балбесы, бывалы Которые живут Легкой Легкой И красивой Жизнью Поэтому мне кажется Что изменения Между героическими Пятидесятами И ни за что Не отвечающими Шестидесятами Где появляются Такие герои Как Шурик Трус, балбес И бывалый Любимые общества Это огромный Слом В том Чем живет Общество Ну понятно Что сталинское время Закончилось Страх закончился Людям захотелось Красивой жизни Любви Романтики А знаете Чем заканчиваются Шестидесятые годы Они заканчиваются Глубочайшими Страданиями Потерянного человека Который ничего В жизни не получил Доживем до понедельника Солярис Одни и те же герои Семьи нет Счастья нет Мы страдаем Глубоко И затаенно Я сейчас Не пытаюсь Говорить Что это Плохие фильмы Я обожаю Фильм Доживем до понедельника Кстати Можно подумать О том Чтобы разобрать Его как фильм Иллюстрирующий Именно конец Шестидесятых И тогда Мы начинаем Видеть Определенную Тенденцию Между Героическими Пятидесятыми Смешными Беззаботными И полными Эротизма Шестидесятыми Началом Шестидесятых И страдающие Интеллигенции Глубоко И затаенно Конец Шестидесятых Кошмарные Тяжелейшие Грустнейшие Фильмы Я намечаю Для вас Эту тенденцию Для того Чтоб мы Потом с вами Войдя в Семидесятые Посмотрели Как меняется Герой там К чему Придет он И на мой взгляд Упадок Киноиндустрии В Советском Союзе Начался Именно В семидесятых Не в восьмидесятых И не в девяностых Как думаем мы Что пришли Злые люди Выгнали Хороших Профессионалов И стали Специально Снимать Плохое кино Нет Оно начало Разваливаться Гораздо Раньше Именно для этого Я строю Вот эти вот Точки Чтобы проследить Что происходило С героем И в какой момент Произошел Вот этот вот Слом Возможно Таким образом Мы сможем Дойти До нашего Времени Через девяностые О которых Я мало Что знаю Наверное Будем говорить Про Балабанова Через двухтысячные О которых Я вообще Ничего не знаю Потому что Начиная с двухтысячных Наши Деятели Киноискусства Снимают В стол Снимают Что-то Чудовищное Совершенно Но Для того Чтобы понять Проблемы Сегодняшнего дня Нам нужно Рассмотреть Этот процесс В динамике Вот Пятидесятые И шестидесятые Мы с вами Копнули Дальше я подумаю Возможно Я сделаю Разбор Доживем до понедельника И мы пойдем В семидесятые Года И дальше Собственно говоря К нашему времени Если у вас Есть какие-то Вопросы Или предложения Вы можете Садавать их Озвучить их В группе Вконтакте Группа Режиссерский разбор Ссылку я оставлю Под роликом Если у вас Есть желание Поддержать Мой проект Финансовый Заходите На мой сайт Я закончил Свой собственный Перевод Ромео и Джульетте Есть печатная книга Есть электронный вариант Даже есть Видео про чтение Где я от начала И до конца Читаю свой Собственный текст Который скажу Я вам Такого Шекспира Не слышал никто Поэтому Если есть желание Помогайте Спасибо До следующего ролика Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok